Мы можем поэтому, наверное, вообще пойти по неформальному какому-то пути. У нас получается три человека заинтересованных. Можем просто познакомиться и, может быть, даже если вы как-то сформулируете, может быть, свои интересы, мы просто будем, исходя из этого, в общем, строить разговор. Потому что, в принципе, это совершенно не лекция, а то, что предполагалось. Предполагалось, в общем, ну вот как-то так поговорить о том, чем мы занимаемся, чем мы занимались, чтобы понять отчасти самому лучше, что будет с нами происходить через год, через три месяца. Потому что все меняется, каждый год все меняется. И, в общем, да, что-то такое складывается, что хочется как-то как-то вот попытаться структурировать, систематизировать и, возможно, какие-то прогнозы сделать. Значит, ну вот, да, получается, у нас сейчас три человека. Все трое присутствуют. Вот я вижу, Катя присутствует. Есть еще Паша Рогатов написано. Есть, да. И есть Настя, да. Ну, давайте-то познакомимся. Давайте вы просто сейчас сначала про себя расскажете, а потом расскажу, соответственно, про себя. Ну, поэтому слева направо, в моем случае, это вот Настя первая. Здравствуйте. Меня зовут Настя. Я пишу музыку, интересуюсь звуком. Училась в саунд-артисте. Вот. И думаю, где продолжать мучение, поэтому заинтересовалась лаборатория звука. Хочу узнать, что это такое. Ну, про вас я, конечно, знаю. Кто вы, чем вы занимаетесь. Вот конкретно интересует, что происходит в школе Родчинга. Понятно, да. Ну, вот, собственно, да. Это как раз по теме. Хорошо. Тогда, Катя. Да, всем добрый вечер. Присоединяюсь к Насте. Я закончила доп. образование в высшей школе экономики на музыкального продюсера и саунд-дизайнера в 2020, получается, году. Но когда началась пандемия, мы это все делали удаленно. Вот. Пишу музыку. У меня есть проект, который уже выпустил IP. Но мне также интересно, помимо написания какой-то концертной деятельности, мне интересно углубляться в звук. Интересна выставочная деятельность. И я сейчас активно ищу, где можно выставлять и реализовывать какие-то свои идеи, связанные со звуком. Меня интересует генеративная музыка. Интересно вообще ноль, шумы, все записывать, переосмыслять. В общем, поэтому меня заинтересовало направление лаборатория звука. И хочется подробнее узнать, что будет на протяжении какого времени. Я так поняла, что это будет длиться три года, если я все верно прочитала. В общем, хочется максимально подробно, максимально много информации, что предстоит. Будет ли какая-то практика, если будет, то какая. Есть ли какие-то коллаборации с выставочными пространствами, планируются ли какие-то арт-резиденции, выезды. В общем, хочется больше практики, наверное. И вот такая история. Правильно, хорошо. Приятно познакомиться. Так. Да, здравствуйте. Меня слышно? Отлично, да. Прямо вот. Здравствуйте. Я иду на улице, поэтому извините. Очень приятно познакомиться. Мне просто очень интересен звук, очень интересно, чем занимается школа. Я год свяжу, в общем-то, очень плотно за тем, что происходит в школе. Хожу на выставки, ходил на дипломные выставки, все первого, второго курса. Вот. А звук? Звук мне нравится. Я просто смотрел очень много художников, которые связаны с аудиоинсталляцией, с какими-то аудиоскульптурами. Я просто последний год болею звуковой скульптурой, я не знаю. Поэтому как-то подумал, что мне было бы очень интересно узнать что-то про звук. По образованию я художник-живописец. Я совершенно не связан со звуком, кроме как играл одно время, как бы... Ну, играл музыку вообще. Да. Но, как бы, может быть, мое непрофессиональное восприятие этой темы, может, даже мне поможет. Не знаю. Понятно, да. Спасибо. Так, ну вот у нас еще появился Иван. Так, Иван, вы нас слышите? Да, да. Да, так, добрый вечер. Ну, нас мало, поэтому мы решили сначала познакомиться, чтобы как раз еще и вот сориентироваться, куда двигаться. Тогда, может быть, вы тоже расскажете ваш интерес, что вас сюда привело, что вы видите. Меня слышно, да? Да, да, отлично. Ну, собственно, я чуть-чуть музыкант, то есть я увлекаюсь музыкой, я пишу чуть-чуть. Вот. Мне было бы интересно... Ну, вот мой проект, собственно, для поступления, он, в принципе, связан в каком-то смысле с музыкой. То есть я считаю, ну, я бы хотел в итоге создать выставку, ну, визуально-акустическую. Вот. Ну, и поэтому мне вот это интересно, собственно, исчерпывающе. Ага, ну, приблизительно, да, понятно, спасибо. Так, ну, пока нас больше нету, ну, собственно, и достаточно. Хорошо, ладно, значит, давайте я вам тогда действительно расскажу сначала, вот как мне самому видится, чем мы тут занимаемся, да, и вот чего можно ожидать от ближайших, ну, скажем так, трех лет. Ну, да, это сильно сказано. Я никогда не планирую больше, чем на год, просто потому что на самом деле все очень быстро меняется, ну, тем более сейчас та ситуация крайне неустойчива во всех отношениях, поэтому, ну, сложно что-то такое загадывать. Но, тем не менее, школа Рученко – это все-таки три года. Значит, как это связано, вот, собственно, с нашей лабораторией? Тоже, да, все меняется, вот, наверное, может быть, вы знаете, что с прошлого года вообще вся вот система, да, весь план занятий, там, да, были триместры, стали семестры, вот, появилось такое понятие, как практикум, ну, хотя это не означает, что его не было до этого, да, просто теперь вот это вот есть практикум, который раньше был, но это вот так не звучало громко. То есть все как-то стало несколько иначе. Поэтому, на самом деле, я так же, как и вы, пытаюсь ориентироваться во времени и пространстве, и в том, что происходит, и, в общем, как, по-видимому, будет происходить с ближайшего года, ну, с этого года, да. Если раньше была такая структура, что, в общем, школа Рученко, она строилась на мастерах, вы поступали к конкретному мастеру, заниматься чем-то совершенно конкретным, ну, допустим, вот, заниматься фотографией. И, собственно, это была ваша вот такая колея, по которой вы двигались, и вы могли, в принципе, посещать какие-то занятия параллельных мастерских, но, вообще говоря, это, ну, не то, чтобы это было исключением, да, это было часто, но это не было какой-то системой, то есть вы вот поступали в мастерскую. Сейчас понятия мастерской больше нет, ну, у вас просто есть по-прежнему мастера, да, есть вот преподаватели, но вы сами себе выбираете некий профиль, по которому вот вы их собираетесь двигаться, то есть те курсы, те темы, которые вы хотите взять для своих занятий. Ну, и вот звук, он, вот, наверное, может быть, вообще с этого года, он, наконец, все-таки узаконен как, в общем-то, отдельная мастерская. Да, ну, то есть понятие мастерской очень расплывчато, но вот лаборатория звука, это, в общем, фактически сейчас воспринимается в школе ручниках как мастерская. Этого не было еще два года назад, то есть это было неформально, да, но формально-формально мы не считались еще чем-то таким, так далее, да, полноценным каким-то таким вот структурным элементом школы Родченко. Ну, почему это так, да, и куда все это движется? Ну, вообще школа Родченко создавалась действительно как школу для художников, в первую очередь, да, это вот была школа современной фотографии, и создана она, она была внуком, по-моему, Родченко, Лаврентьевым, да, и Саш Лаврентьевым, и, соответственно, ну, вот именно визуальное искусство, они все-таки были основой. Я появился со звуком, наверное, я был первым, кто появился вот с темой звук, не помню, году в 2008 приблизительно, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже. И, в общем-то, как-то так эта тема, она, в общем, у нас вот все прорастала, прорастала, и где-то года три-четыре назад фактически у нас уже сформировалась вот эта лаборатория звука, причем это была не моя инициатива, и это здорово, да, то есть это была инициатива моих студентов, Маши Молокова, Вася Сумин, значит, вот такие были два замечательных студента, которые просто вот потребовали, чтобы была срочно создана мастерская, и тут оказалось, что есть помещение, и вот теперь у нас есть помещение, вот в котором я сейчас нахожусь, это такая вот светлая комната, почти без окон, правда, но, в общем, как-то я так очень доволен этим пространством, оно небольшое, но для работы, мне кажется, очень удобное. В общем, у нас появилась вот такая вот лаборатория мастерская. Все это, ну, в некотором смысле я рассматриваю чисто исторически как продолжение темы термин-центра, да, был такой термин-центр в Москве, который я вот где-то в 92-м году при консерватории он был создан, и, ну, просуществовал почти 20 лет, где-то до 2011-го, вот так приблизительно. И там очень много всего замечательного происходило, ну, вот так вот, сейчас я вам даже фотку покажу, да, кадры с презентацией, которые я вам не буду показывать, потому что, в принципе, это не было запланировано, но тем не менее. Ну, то есть, да, вот к моему монологу сейчас это, я думаю, вполне все подойдет, чтобы было понятнее, откуда все идет и куда все движется. Так. Во. Значит, вот это вот фотография, ну, это вот такой слайд, да, собраны какие-то фотографии из истории термин-центра, ну, в общем, вы можете увидеть разных знакомых людей, потому что, ну, действительно, в общем, в 90-е годы у нас побывали, наверное, все такие вот отцы-основатели электронной музыки, компьютерной музыки, вот, да, там, Роберт Муг, Макс Мэтьюс, создатель первых компьютерных музыкальных программ, ну, такие замечательные композиторы, как Океа Парамерут, вот Джон Эпплтон, да, тоже абсолютный такой пионер компьютерной музыки, создатель Синклавира, синтезатора, первого цифрового синтезатора Синклавир, ну, Альва Нотто и так далее, да, то есть вы здесь можете увидеть, в общем, в разные времена разных людей, которые занимались разными очень хорошими вещами, интересно. И, соответственно, вот это происходило где-то до десятых годов, до одиннадцатого года, потом термин-центр в консерватории, в общем-то, закрылся, и как-то так, у меня не было никаких планов продолжать, сказать, что-то подобное. Но так уж случилось, что вот с легкой руки Маши Молоковой и Васи Сумина несколько лет назад у нас появилась эта лаборатория, ну, которую я сейчас, в общем-то, воспринимаю как такое продолжение вот этого термин-центра, и у нас точно так же появляются замечательные гости. Единственное, что, конечно, вот нескончаемая череда капитальных ремонтов, пандемия, да, это все очень сильно мешает жить, то есть из-за этого, в общем, у нас постоянный онлайн, хотя вот этот год у нас прошел вообще в оффлайне, то есть вот самые-самые мотивированные студенты приходили, несмотря ни на что, и, в общем-то, работа у нас продолжалась, в общем, вполне успешно. Значит, чем мы занимаемся? Ну, во-первых, я рассматриваю в принципе, в принципе рассматриваю то, чем занимался термин-центр и чем занимаемся мы сейчас, как, ну, вот такую традицию экспериментального искусства, да, то есть экспериментализм в искусстве, ну, и в частности, искусство звука, как такое вот чисто экспериментальное направление, то есть это не совсем про музыку, иногда это вообще не про музыку, да, то есть это про искусство звука и про звук как главный элемент для создания художественного образа, в чем бы он ни состоял. Да, это может быть композиция по типу музыкальной композиции, имеющая начало, конец, какое-то развитие, это может быть инсталляция, которая существует, условно говоря, вечно, да, то есть это некий процесс, который начался до прихода публики и закончится задолго после того, как уйдет последний зритель-слушатель. Это могут быть какие-то чисто технологические разработки, связанные со звуком или с пересечением звука с какими-то иными медиа, ну, потому что, например, тема синестезии, да, то есть это не совсем тема, да, цветового слуха, то есть синестезия – это про то, как взаимодействуют в нашем восприятии разные типы ощущений, разные типы восприятий, такая кросс-модальность восприятия, когда визуальное воздействует на слуховое восприятие, слуховое на там визуальное, там, запахи, тактильные ощущения, также становится частью создания какого-то вот там художественного образа, да, если мы художники, мы суем нечто, что, в общем, направлено на создание именно художественного образа, и вот путь его создания может включать в себя взаимодействие самых разных медиа. И, соответственно, вот это вот то, что касается темы синестезии, она тоже у нас очень такая тема излюбленная. Ну, например, тоже, наверное, правильно было бы сказать, что весь этот год, например, в рамках практических занятий мы строили разные приборы, которые позволяли нам преобразовывать всевозможные типы вибраций, связанных с оптическими процессами, да, оптические вибрации, свет в звук, электромагнитные вибрации разной природы, радиочастотный диапазон, статические излучения. Это все можно, мы научились преобразовывать в звук. Ну и, собственно говоря, вот тема этого года как раз была связана с тем, что мы извлекали звуки из всего того, что мы никогда даже и не подозревали, что может звучать. Оказалось, что, например, свет несет столько интересных акустических вибраций, что, в общем-то, иногда замечательная музыкальная композиция получается даже без участия самого автора, то есть просто как найденный звук, found, sound, опять вот такой термин из области экспериментальной музыки, вот, собственно, да, found sound – это вот Джон Кейдж, который вы сейчас видите как раз на экране, и, собственно, его идея о случайности в звуке и важности того, чтобы музыка создавалась не как результат композиции, а как нечто просто вот найденное. Вот нажимаешь кнопку, начинает говорить радиоприемник, и то, что он говорит в данный момент – это вот тот звук, который в данный момент здесь и сейчас нам нужен для создания того, что мы сейчас создаем. А в следующий раз мы нажмем эту кнопку – будет другой звук. Вот эта идея найденного звука, как найденного объекта, как ready-made, вот она, собственно говоря, в основе экспериментальной музыки. Ну и, собственно, поэтому не случайно я начинаю со слайда с Джоном Кейджем и с Давидом Тюдором, а это очень важные тоже вот в нашем контексте персонажи, которые, в общем, тоже находятся где-то вот между разных дисциплин, то есть такая вот кросс-дисциплинарность, да, то есть это и не совсем композиторы, и не совсем музыканты, и не совсем художники, и не совсем изобретатели, технологи. Это как бы все сразу, и невозможно сказать, что из вот этих компонент определяет результат, да, и что важнее в их творчестве. В общем, вот такие вот персонажи. Или, допустим, если мы возьмем какую-то историю, условно говоря, ну, прошлое, наше прошлое. В прошлом тоже очень много очень интересных идей, и, ну, вот если в целом вот такая доминирующая наша эстетика здесь, то, чем мы занимаемся, это экспериментальная музыка и искусство звука, и еще один важный термин – это вот то, что называется медиархеология, да, или вариантология. То есть это про что? Это про то, что здесь нас, вот то, что мы изучаем в течение, ну, года, условно говоря, в школе Роченко, в рамках нашей лаборатории, касается того, что я пытаюсь рассказывать разные истории из прошлого, потому что я занимаюсь раскопками, да, то есть я вот вхожу в архивы, нахожу какие-то старые аппараты, в общем, сломанные, неработающие, но которые, возможно, имеют какое-то очень важное значение. В плане того, вообще говоря, какие идеи пытался реализовать изобретатель, создавая эти аппараты тогда, когда он их создавал. Это могли быть 20-е годы, 30-е годы, 40-е, 50-е. Ну, в частности, вот в этой комнате у нас стоят разные аппараты, созданные в разные времена. Ну, например, да, то есть вот мы в лаборатории звука сейчас находимся. Ну, вот, допустим, вот мой любимый аппарат, называется он Ритмикон. То есть вот видно его, да? Ритмикон – это что? Это аппарат, созданный Львом Терменом. То есть это подлинный Ритмикон Льва Термена. Их было три штуки создано. Первые два были построены в 1931-1932 годах в Америке. Это первая в мире ритм машины. То есть вот Термен как изобретатель и эксперименталист при участии Хенри Кауэлла, американского композитора, пришел к идее, что, в общем, можно создать машину для генерации самых сложных пулеритмов. То есть это аппарат, который производит пулеритмы. И в тот момент это была абсолютно преждевременная идея. В 30-е годы это просто не заработало, это не пошло. И вот этот аппарат, он такой исторический артефакт, который долго, много десятилетий лежал просто в пыли, как обломок неработающий, вот железо. И я его где-то в начале нулевых, я его наконец приобрел в свою коллекцию и восстановил. То есть это аппарат, который работает. И вот эти исторические инструменты, они не просто музейные экспонаты. Это работающие инструменты, на которых вы можете сочинять, экспериментировать. И самое замечательное, что вот эти идеи, которые в то время были заложены в основе создания таких аппаратов, они абсолютно не устарели. Более того, они даже не были реализованы до конца. То есть этот аппарат, это такое зерно, которое было брошено в 31-32 году, в грядку посажено Хенрика Уолом и Львом Терменом, не проросло, но сохранилось. И вот сейчас мы можем, например, взять это зерно и попытаться прорастить его дальше. Потому что идеи, заложенные в этот аппарат, они, в общем, абсолютно не реализованы ни в каких современных ритм-машинах. То есть мы можем смоделировать ритмикон на компьютере, но вот сама идея, да, вот та сама теория ритма, которая заложена в основе этого аппарата, она отличается от той теории ритма, которая, в общем, сейчас бытует в современной музыке. Ну или вот другой, например, смотрите, еще такой замечательный, красивый есть аппарат. Называется Эмеритон. Вот, Эмеритон. Он работает, он вполне работает. То еще, если я нажму на клавицу, он сдает громкие противные звуки. Но на самом деле это тоже один из первых советских электронных музыкальных инструментов. То есть он был создан где-то вот, вот этот конкретный экземпляр, примерно в 45-47 годах. То есть еще задолго до синтезаторов Нуга. И, в общем, будут всего 8 экземпляров. Вот сохранилось 2 экземпляра, один из них здесь. Он работающий. Я его еще не до конца привел в порядок, но, в принципе, с ним вполне можно как-то уже экспериментировать. То есть это к чему я говорю? Ну или да, вот еще, вот еще, смотрите, вот еще исторические такие вот, такая форма, да, это, ну это терминвокс. Я думаю, все узнали терминвокс. У нас вот есть как минимум несколько терминвоксов. И на самом деле часть вот этих практических опытов, которые мы ставим, они как раз и связаны с тем, что мы, в общем, мы сами решаем, в принципе, с чем мы хотим работать каждый год. И, ну, например, вот часть опытов, двое, двое из студентов вот этого года, они строили так называемые терминсенсоры. Это специальные такие вот микротерминвоксы, которые могут стать основой любой инсталляции, которая требует взаимодействия с телом человека. То есть вы приближаетесь к объекту, объект ощущает ваше присутствие и реагирует на движение вашего тела. И это вот такие вот такие замечательные технологии, которые были созданы в очень давние времена. По разным причинам эти технологии долгое время не были использованы, и не были каким-то образом коммерчески использованы. Тем не менее, в общем, тот же терминвокс, вот если бы не было терминвокса, не было бы муга и его синтезаторов. Муг начинал с того, что он строил еще будущим ребенком терминвокса. Да, то есть вот история, она очень нелинейная. И поэтому, поэтому чем мы занимаемся здесь? Вот мы встречаемся осенью, у нас два семестра. Первый семестр – это такой скорее теоретический курс, то есть я читаю лекции. То есть вы сюда приходите или подключаетесь онлайн, лучше приходить. И я рассказываю такую очень плотную историю, которая является не официальной, вообще признанной историей, а той историей, которая, в общем, ну вот, как она мне представляется, сейчас складывается как результат этих раскопок. То есть мы знакомимся с какими-то артефактами, историческими идеями, инструментами, с такими персонажами, как все тот же термен, или там Арсений Аврамов, Николай Кульбин. То есть люди, которые на самом деле, в общем, чисто даже идейно, концептуально, они заложили, вообще говоря, всю основу современной экспериментальной культуры. Причем там звуковой, незвуковой, визуальной, всякой. То есть это, в общем, такие абсолютные гении были в свое время, которые генерировали невероятные идеи. Эти идеи зачастую были забыты. Но вот я рассматриваю этот курс, который я читаю, как такой курс вариантов логии или медиархеологии. А что такое вариантов логии? Это наука, которая предполагает, что это не история. История изучает вот эти колеи, культурные колеи, которые были проложены на магистралях культур разных времен и народов, по которым ехали самые разные культурные деятели. И вот история культуры – это все-таки про то, как вот эти колеи прокладывались. Все то, что не попало в эту колею, в общем, часто считалось ущербным, неправильным, тупиковым, потому что, да, как вы знаете, если вы попали в колею, из колеи очень трудно выехать. Чуть-чуть в сторону вас начинает бросать, и, в общем, непонятно, чем это закончится. А вот эти экспериментаторы, они как бы шли в неколеи. И вот вариантов логия культуры, медиа-археология рассматривают прошлое как некую совокупность возможностей, потенциальных возможностей, которые, возможно, не были реализованы до конца. То есть это вот эти артефакты пошлова, которые мы собираем, это такие как бы, ну, векторы в будущее. То есть это такие вот семена, которые не проросли. Это фактически стратегии будущего, которые по тем или иным причинам не сработали. Но они абсолютно не утратили своей актуальности. Вот поэтому полгода мы говорим про вот эти вот раскопки, идеи. И параллельно это будет история компьютерной и электроакустической музыки. Ну, поскольку вот многие из этих артефактов исторических, они прямо связаны с тем, что потом вылилось уже в те направления, которые сегодня мы называем электронная музыка. Что мы под этим не понимали? Та электроакустическая, компьютерная музыка. Но термины постоянно мутируют, меняются. Ну, мы все примерно понимаем, о чем идет речь. И это будет так, что, в общем, у нас будут эти занятия параллельно с темами. Допустим, мы начинаем тему экспериментальной музыки. То есть Джон Кейдж, экспериментальная музыка. И мы сразу начинаем практические этюды. То есть мы сразу начинаем ставить опыты с музыкальной композицией и, возможно, еще с музыкальной технологией. Потому что мы не разделяем технологию и композицию. То есть если это экспериментальная музыка, если это идея найденного звука, значит, мы будем находить звуки. И мы сразу начнем строить инструменты, которые позволяют нам извлекать звуки из всего того, что эти звуки можно содержать. Будь то свет, будь то излучение, будь то разные способы записи звуков, ну, например, под водой или в каких-то твердых материалах, когда мы не можем просто так воспользоваться микрофонами. То есть мы будем находить способы часто в обход традиционной звукорежиссуры, как пробраться, добраться до тех или иных вибраций, которые нас интересуют. И дальше, собственно, вот как в экспериментальной музыке мы со всем этим материалом можем работать. Потом у нас идет тема конкретной музыки. То есть это уже Пьер Шефер, это идея звукового объекта и того, как, собственно, можно создавать композиции на основе звуковых объектов. То есть в некотором смысле это такая вот альтернатива Джону Кейджу, у которого композитор не имел права организовывать звук. Он имел право только запускать процесс. А сама организация должна была вкладываться естественным образом сама по себе. В конкретной музыке все совершенно иначе. То есть там композитор действительно творец, он начинает заниматься микрохирургией звука. Здесь возникают какие-то новые техники композиции, новые подходы, новые эстетики, которые мы, собственно, будем очень подробно обсуждать. И у нас опять начинаются этюды, но уже этюды в области конкретной музыки. Конкретная музыка, она у нас очень плотно соединена с темой звукового дизайна. Фоли-арт, звуковой дизайн – это очень родственные вещи с конкретной музыкой. Но, тем не менее, это абсолютно разные области. Соответственно, мы будем говорить про дизайн звуковой, мы будем говорить про киномузыку, довольно много будем заниматься киномузыкой, но не с точки зрения того, как освоить вот это ремесло, прикладное ремесло создания звуковых дорожек. Сколько для того, чтобы понять, как вообще взаимодействуют разные медиа, как визуально взаимодействуют со звуковым, и что в результате может получиться. И как композиторы в своих корыстных целях пользуются такого рода знаниями, в частности, и вот в прикладной музыке, зарабатывая деньги на звуковых дорожках. Да, здесь нужно отметить, что вообще вот то, чем мы занимаемся, это не про то, как зарабатывать деньги, да-да, это про то, как, наоборот, эффективно потратить свои средства на эксперименты в той области, которая вам интересна. Но это не означает, что вы впоследствии не можете найти способ вернуть эти деньги, да, просто потому что вы получаете навыки, которые могут оказаться вам очень полезны уже как профессиональным художникам, звуковым художникам. И дальше вы уже находите какие-то ниши, в которых, собственно, деньги лежат, да, но нужно четко разделять, да, где деньги лежат, а где находится искусство. То есть, в общем, желательно не смешивать. То есть, да, то есть понимать, что то, чем мы занимаемся здесь, это все-таки не то, что нацелено на коммерцию и на какую-то повторяемость, на следование каким-то шаблонам, которые сегодня популярны, да, а скорее на то, чтобы обходить шаблоны, чтобы пробиваться сквозь стены, чтобы находить какие-то ниши, которые на самом деле никем еще не заняты. И вот поэтому наши этюды, которыми мы будем заниматься с самого начала, это вот как раз про то, как попытаться найти и освоить вот эту вот маленькую нишу, да, то есть сам принцип этюдов, он строится на том, что мы договариваемся о правилах игры, мы договариваемся о том, что мы не пользуемся тем или иным инструментарием, то есть мы накладываем очень жесткие ограничения, которые позволяют нам на самом деле освободиться от огромного количества, в общем-то, зачастую ненужного, ненужных инструментов, ненужных методов и попытаться найти какой-то, в общем, абсолютно вот свой чистый подход через те инструменты, которые будут доступны, да, то есть это такая игра, то есть я вам даю определенные задания, я вам даю определенные запреты, вы их принимаете, какое-то время вы играете, и потом чаще всего, когда мы все обнаруживаем, что на самом деле случилось несколько чудес во время этих игр, да, что несмотря на все то, что, казалось бы, ничего было нельзя, но то, что было можно, позволило нам выйти на какой-то абсолютно новый взгляд на материал и на работу с этим материалом, вот тут, собственно, начинается самое интересное, да, и вот эти этюды у нас начинают накапливаться, значит, потом идет тема у нас уже после конкретной музыки, это электронная музыка, электронная музыка, она очень тесно связана с темой алгоритмической музыки, да, тоже, тоже, также генеративная музыка, это, в принципе, вот, плоть от плоти темы алгоритмической музыки, и она очень близка к теме ранее электронной музыки, которая рассматривалась все-таки больше как формальная организация материала по определенным формальным правилам, то есть это не то, что мы сегодня понимаем под электронной музыкой, это такая немецкая школа, и вот тема алгоритмической музыки, она у нас занимает довольно много времени, у нас редко бывают этюды алгоритмические, вполне возможно, что мы можем менять баланс, то есть может быть в этом году мы как раз займемся больше алгоритмической, вполне возможно. Тема компьютерной музыки, это более широко, то есть это и алгоритмическая музыка, и это техники цифрового синтеза, то есть это работа со звуком, но уже как с результатом сложного синтеза, основанного на тех или иных математических законах, принципах, то есть это FM-синтез, это метод физического моделирования, то есть там есть много страшных слов, и вот этим все мы тоже довольно плотно занимаемся, чтобы разобраться с тем, как вообще создается звук. Но тема аналогового синтеза, она естественным образом тоже у нас проходится, но это, в общем-то, довольно все просто. Да, вот цифровой синтез, он сложнее в этом смысле, и там гораздо больший простор для экспериментов. В общем, вот как-то так мы движемся в первом семестре, то есть мы проходим историю, разные эстетики, мы идем по разным техникам синтеза, рассматриваем техники композиции, мы создаем этюды, ну и, собственно, подходим к концу семестра, к просмотрам, на которые мы выносим то, что мы создали за первый семестр. То есть это, в общем, как это будет, я понятия не имею, потому что, в общем, до последнего времени это чаще всего была такая форма прослушивания, когда мы давали фонограммы, и потом было обсуждение. Но каждый год мы пытаемся выйти на формат живого исполнения, потому что все, что я сейчас рассказал, заканчивается темой интерактивной, интерактивной, живой электронной музыки, то есть компьютерная интерактивная музыка, живая электронная музыка. И здесь же находится как раз прекрасная ниша для освоения уже живьем наших сенсоров, датчиков, фотоприемников, которыми мы улавливали всякие вибрации. И у нас уже были опыты просмотров, когда мы просто устраивали перформанс. То есть мы собирались, ну, условно говоря, на сцене, сцены не было, и живьем показывали то, что мы сумели сделать. Возможно, будет так. Нам бы очень хотелось. Да, но это мы решаем с вами. На самом деле здесь нужно понимать, что все, что будет происходить, будет зависеть от вас. То есть я вам даю определенный план занятий, но любая тема может быть изменена прямо вот по ходу самой лекции. Если вдруг ветер падул с вашей стороны в другом направлении, и мы поняли, что вот туда интересно двигаться, мы будем двигаться туда. То есть есть план занятий, есть тема лекций, и есть очень большая степень свободы, которая позволяет нам, в общем-то, довольно эффективно лавировать. И мы можем, в принципе, найти какое-то направление, которое даже вообще не было заложено в программе нашей, просто потому, что это так складывается, вот как следствие вашего интереса, но и каких-то наших возможностей. Вот как-то так. Так строится первый семестр. Второй семестр, он абсолютно мне неведом, как это все будет, потому что второй семестр у нас будет формально практикум. И на этот практикум будут записываться новые люди. Я предполагаю, что в практикум пойдут те, кто был на занятиях в первом семестре. Но могут добавиться новые люди, и это может добавить проблем, потому что на самом деле практикум будет строиться вокруг тех технологий, которые мы обсудили в первом семестре. И то, что мы попробовали в первом семестре, во втором мы уже будем давать до какого-то, в общем, проекта. То есть второй семестр нацелен на проект. То есть ваша задача будет выбрать себе ту или иную технологию, эстетику, и технику композиции. То есть там, в общем, здесь абсолютно нет каких-то жестких границ. То есть это может быть все что угодно. И мы строим индивидуально с каждым из вас, видимо, план движения дальше к этому проекту. И заканчивается все просмотрами в конце года, где эти проекты, собственно, выходят уже на публику. Проекты могут быть и музыкальной композицией, и живым перформансом, и инсталляцией, и исследованием. Да, то есть важно понимать, что вообще сама идея экспериментальной культуры, экспериментального искусства предполагает, что эксперимент и исследования, они находятся в основе. То есть иногда приходится проводить очень серьезные исследования. То есть знакомиться с какими-то учеными, с физиками, акустиками, математиками, узнавать какие-то новые вещи, которые неведомы ни мне, ни вам, но вот мы понимаем, что это надо сделать. То есть это исследование, которое часто проводит художник для того, чтобы прийти к результату. И результат может оказаться, совершенно необязательно, чтобы он оказался, скажем, музыкальной композицией, даже если это тема исследования, это музыка, звук. То есть даже само документирование, документация вот этого исследования может стать художественным результатом. Даже негативный результат, если все, ничего не получилось, все рухнуло, и вы поняли, что вы были неправы. Но вот этот путь, который вы прошли, может оказаться безумно интересен, как некий вот такой вот художественный проект. В какой форме его презентовать, я не знаю. Да, это все, это все мы обсуждаем, это все мы обдумываем. И иногда вот такого рода проекты, они очень интересно себя впоследствии проявляют. Ну, это просто как пример, как пример вот из того, что меня когда-то поразило. Ну, вот на Росэлектронике, например, вот как-то раз, по-моему, в 2007, кажется, году, просто мне пришлось там быть в жюри, в музыкальном, в музыкальном разделе. И, ну, соответственно, вот поэтому я как-то так был очень глубоко погружен в процесс отбора вот этих финальных работ. И не в нашем разделе, например, была работа, которая получила, в результате получила, я даже не помню, или, по-моему, Golden Nick'у они получили. Или, по крайней мере, они получили один из главных призов конкурса. Это был огромный исследовательский проект художника, который пытался построить машину, которая должна была полностью воссоздать процесс пищеварения человека. То есть это машина, которой нужно было кормить едой. И на выходе, соответственно, у нее были какашки. Но весь процесс был полностью, он был настолько досконально изучен. Художник ездил в разные лаборатории, в Израиле, по-моему, в Австралии была какая-то ведущая лаборатория, которая исследовала процессы пищеварения. То есть он очень глубоко погрузился в тему. И вот результат этой работы была сама эта машина. Она была почти как стиральная машина. То есть вот внешне почти то же самое. Огромная-огромная документация, фотографии, видео, тексты. Это все входило в этот проект. То есть это комната, большая комната, заполненная документами, иллюстрирующими этот процесс создания машины. Сама эта машина, которую нужно постоянно кормить, которая постоянно работает, она постоянно производит то, что она производит. Эта комната находится в отдалении, потому что оттуда идет жуткая воня, естественно, потому что машина занимается своей жизнедеятельностью. И, в общем, вот этот проект получил действительно один из ведущих призов на РС Электронике, потому что это была невероятно интересная работа. И самое главное, что, в общем-то, она была доведена до результата. По-моему, в тот же год на фестивале точно это было. На фестивале была работа Эвелина Домнич и Дима Гельфанда. Это такие белорусские, белорусско-российская такая группа художников, которые они создали проект, они занимаются сайенс-артом, то есть они следуют, ищут разные открытия научные, которые могут им позволить создать какой-то новый художественный объект. И вот они пришли, как, в общем-то, звуковые художники к идее, что нужно исследовать ультразвук. Ультразвук. они нашли исследование, в котором ученый показывал, как с помощью очень интенсивного ультразвука, направленного на какую-то полость с водой, в воде возникают процессы флуоресценции. То есть звук заставляет воду светиться. Но эта флуоресценция происходит на таких слабых интенсивностях, что увидеть ее почти невозможно. И вот проект Эвелины и Димы Гельфанда, он строился на том, что вы приходите в экспозицию, вас запускают в темную комнату, где вы сидите 10-15 минут. То есть вы привыкаете к темноте, к полной. То есть это целый ритуал. Потом вас запускают во вторую комнату, где находится огромная такая колба, заполненная водой, и вот эти мощные ультразвуковые излучатели, которые заставляют эту воду светиться. Это все звучит, но это ультразвук, поэтому вы его почти не слышите. Вы слышите какое-то комариное жужжание, и вы ощущаете буквально этот звук, но если не телом, то во всяком случае мозгом. Это действительно очень сильное восприятие этого звука. И вы подходите к этой колбе, и вы смотрите на нее, и вы видите там световые облака. Это полная темнота, вы видите, как в этой колбе рождаются какие-то световые образы, которые там движутся, гаснут, появляются. И вот вы это все исследуете, и потом уходите из этой комнаты под впечатлением. Вот такой проект. Это как бы музыка, это не музыка, это искусство звука, безусловно. Это можно назвать искусством звука, гибридным искусством, это можно называть science-art. То есть можно придумать много терминов, которые бы как-то определили, что это такое. Но сам результат, в общем-то, я вот как человек звука воспринимаю безусловно как искусство звука. То есть это то, что для меня произвело большое впечатление как именно восприятие того, что звучало и происходило визуально. И само сознание этого факта, что эти два момента абсолютно взаимосвязаны, и здесь нет абсолютно ничего произвольного, придуманного композитором, придуманного автором. Автор сумел организовать процесс и организовать вот таким образом, что мы в этот процесс допущены, мы в него входим, мы из него выходим, и у нас уже возникает то, что можно назвать художественный образ, который формируется как результат вот этого пути, который мы прошли. Ну, просто, да, вот такие примеры из каких-то параллельных работ, которые делались с нами не связаны никак, хотя мы постоянно дружим с Эвелиной, с Дмитрием, и, в общем-то, я знаю многие их работы, и они замечательные. И они не все про звук, но очень многие про звук, хотя этот звук, это совсем не тот звук, который мы знаем там, да, на сцене, в клубе, значит, там, в записи, на сиди, то есть это вообще про другое. И в этом смысле это экспериментализм, это экспериментальное искусство, и вот именно этим мы пытаемся заниматься. Ну, то есть что бывает на выходе в результате, а все что угодно, то есть нет какого-то такого жесткого критерия, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. То есть мы договариваемся о критериях, мы договариваемся о запретах, мы всегда устанавливаем рамки. У нас всегда есть правило, что любые рамки можно нарушить, любой запрет можно обойти, но для этого нужно это обосновать. То есть если вы нарушаете правила, которые мы с вами установили, значит, обоснуйте концептуально, или возможно сам результат дает это обоснование невербально. То есть мы слушаем, смотрим и понимаем, что да, действительно. Будем очень много анализировать. Просто все, что я сейчас рассказывал, как бы не совсем про музыку. Тем не менее искусство звука, электроакустическая музыка, не будучи близкими родственниками с музыкой классической, с музыкой, организованной на материале звуковысот, звуковой гармонии, музыкальной гармонии, тем не менее имеют очень много общих каких-то интересных закономерностей, которые мы будем исследовать. В частности, работая с этюдами, с композицией, мы как раз будем много анализировать наши работы, работы других авторов с точки зрения того, как, собственно, звуковой художник организует свой материал и почему в одних случаях это работает, в других не работает. И как сделать так, чтобы материал работал, и чтобы композиция и вот та форма, которую мы выстраиваем, действительно могли восприниматься слушателем или зрителем как музыкальная форма. Это тоже часть. То есть у нас очень разлапистые такие вот занятия, очень много тем, они переплетаются, но в конце концов во втором семестре мы, конечно, останавливаемся на тех темах, которые вы выбрали. То есть все будет определяться тем, что вы выберете, и там не будет никакого давления с моей стороны. То есть я выступаю в роли технолога, который помогает вам, предлагает какие-то возможные решения для задач, которые кажутся почти нерешаемыми. То есть как правило удается решить самые разные задачи и часто вообще нерешаемые. Мы всегда находим в общем-то какие-то решения. Но вот здесь помогает часто мой опыт, если моего опыта не хватает, есть замечательные преподаватели, такие как Олег Макаров, который знает очень много. И всегда можно найти с кем посоветоваться. Это тоже в общем-то моя задача. Если я понимаю, что вот нужно с кем-то посоветоваться, я могу попытаться найти какого-то оптимального советчика. Ну возможно вы сами его находите. чем мы не будем заниматься? То есть мы не будем заниматься просто озвучиванием кинофильмов, то есть киномузыкой как прикладной музыкой. То есть мы будем заниматься только тем, что несет в себе долю эксперимента. то есть создать какое-то исключение из правил мы можем. Следовать правилам мы не будем. Мы не будем заниматься на занятиях музыкой, которая можно как-то отнести к понятию популярная музыка. То есть это что-то, что основано на тех или иных клише и на повторении этих клише. Хотя мы тем не менее будем говорить про эти клише, а мы будем говорить, например, про минимализм довольно много, про репетативность в музыке и в искусстве, потому что это очень важные элементы. И если на выходе у вас будут появляться этюды, которые вполне популярны и звучат как минимализм, допустим, или как неоклассика, ну замечательно, почему нет? Потому что в данном случае речь идет не о том, чтобы что-то запретить, а о том, чтобы освоить элементы тех или иных техник, эстетик, которые позволяют вам понять их лучше, ну и возможно более эффективно их обойти, чтобы создать что-то, что не является прямым следованием вот именно этому клише. Ну вот как-то так. Я очень долго уже говорю, может быть, просто какие-то у вас есть возражения, вопросы, может быть, что-то, да, вот сомнения, поэтому давайте высказывайте. И тогда мы можем еще потом поговорить уже как-то более. Ну вот на фоне того, что я рассказал, возможно, да, вот просто вот как это соотносится с тем, что вам бы хотелось, и если я что-то сказал не очень связанно, да, или что-то не сказал, что мне добавить для того, чтобы это было более для вас функционально? Я не совсем поняла, будем ли мы заниматься только звуком или есть возможность как-то с другими мастерскими взаимодействовать? Да, конечно. Нет, еще раз, про структуру школы Родченко я не могу сказать много, потому что это все-таки вопрос не ко мне, а к администрации скорее. Но сейчас это будет так, что вы будете сами выбирать, на какую практику мы идти, там определенный конкурс. То есть, допустим, если вы выбираете мой практикум, это второй семестр, то вот, значит, его проходите, вы попадаете в мой практикум. Но мой практикум во втором семестре, он предполагает, что вы уже ходили на занятия в первом семестре, и во всяком случае все темы, которые мы прошли в первом семестре, должны быть вам известны, чтобы эффективно участвовать в практикуме. При этом параллельно вы можете ходить на фотографию, там, на видео. То есть, вы занимаетесь, вот, можете полный спектр тем взять, которые представлены в школе Родченко, просто это одна из тем, которые вы можете взять, занятия, на которые вы можете ходить. И так обычно и бывает. Ну, допустим, в этом году было где-то человек 10-12, ну, так обычно, редко бывает больше. Ну, из них, например, где-то 2-3 человека, они просто занимались звуком как основной темой. Они не пропустили ни одного занятия и, в общем, извлекли, наверное, максимум для того, что можно было извлечь. Значит, кто-то ходил для того, чтобы просто подготовиться лучше к своему дипломному проекту. Потому что, ну, как возможно, вы поняли, наши практические занятия это технологии. То есть, это создание инструментов, создание приборов, которые позволяют вам получать звуки, взаимодействовать со звуками какими-то, в общем, нестандартными способами. И, ну, поскольку тоже я так вот, в общем, по профессии, я даже, наверное, больше технолог, то есть, я физик, я инженер физик, да, по самому основному образованию. И, соответственно, я знаю много про звук, но я знаю много про электронику, про программирование, про все на свете. И поэтому вот практикум, он включает в себя очень много вот этих практических элементов, которые, в общем, могут быть полезны вам, даже если вы делаете диплом не у меня, а где-то совсем, да, у другого мастера, и такая инсталляция, возможно, какая-то, которая требует определенных технологий, которые вы не знаете. И вот часто я могу подсказать вам какие-то решения, которые, в общем, дальше вы примените. А Олег Макаров, он будет преподавателем, электронику и что-то еще? Я, честно, не знаю точно вот сейчас, какой у него набор тем сейчас, но Олег, это в первую очередь, конечно же, это программы, то есть он очень хорошо владеет всеми основными программами. Мы не будем заниматься изучением программ на наших занятиях. Предполагается, что вы эти программы уже знаете или вы их осваиваете сами, потому что изучение программ, ну, вообще, да, вот эти вот технические моменты, изучение этой программы, этой программы требует много времени, да, обучение пайки требует много времени и сил. Мы занимаемся другими вещами, то есть мы занимаемся уже их применением. Поэтому Олег, он дает как раз знания, в общем, вот, это только Тови Риппер, с которым в основном мы работаем, это программа для, да, для канального монтажа и редактирования, с которой мы в основном как-то имеем дело. Это MaxMSP. Я тоже очень хорошо знаю MaxMSP, да, но вот Олег знает лучше, да, поэтому, в общем-ка, да, то есть, как я полагаю. Или, допустим, там, Ардуино. Да, без Ардуино, ну, куда сейчас без Ардуино? Очень многие наши инструменты в себя включают еще и в микроконтроллер, который мы программируем. Часто это какой-то, да, уже вот второй семестр, это уже проект, конкретный проект. Вот в этом проекте конкретном нужны Ардуино, который будет управлять, как, допустим, сейчас вот с Асей Королевой, там, 16-ю магнитами, которые воздействуют на феррожидкость, которая начинает каким-то образом себя интересно вести, а это все связано со звуком, который мы синтезируем по ходу, да, то есть, мы делаем инсталляцию, в которой звук связан с, через маленький термин боксы, с движением тела человека, и все это влияет на вот эти вот визуальные такие, на такую скульптуру, которая возникает перед нами вот в этой ферромагнитной жидкости, которая возбуждается электромагнитами, которые управляются от нашего звука. Да, вот такая взаимосвязь. Это довольно-таки изощренные технологии, и, соответственно, вот я знаю многие решения, Олег знает многие решения, но обязательно надо ходить к Олегу, да, чтобы как-то более эффективно заниматься вот в нашей лаборатории. Ну и, конечно же, всегда с Олегом можно проконсультироваться по программам, которые, в общем, так или иначе мы будем использовать. Вот как-то так, да. У меня вот такой вот вопрос. Не совсем по теме, но можно ли к вам в мастерскую поступить, не имея музыкального образования? Ну, ходить. Ну, я не случайно с самого начала сказал, что то, чем мы занимаемся, не совсем музыка. То есть музыкальное образование, оно вообще полезно, всегда полезно, но часто бывает так, что в искусстве звука легче начинать, если у вас нет каких-то уже, да, таких вот, вот этой колеи, там, сольфеджио, там, музыкальная гармония. Да, то есть если вы слышали про это, но вы еще не настолько привыкли к музыке, которая основана на этих принципах, потому что со звуком мы работаем иначе. То есть, короче, это я к тому, что на самом деле совершенно необязательно иметь музыкальное образование, хотя в какой-то момент все равно его элементы нам потребуются. И если вы будете заниматься дальше композицией в звуке, то все равно нам придется, в общем, каким-то образом вспоминать, что такое сольфеджио, да, где в звуке кроются, какие звуковысоты, потому что, ну, допустим, вот в тех методах, которыми мы пользуемся, ну, например, есть такое понятие, как спектроморфология, да, то есть это что спектроморфология? Это про то, что любой шум, любой звук, который мы не считаем музыкальным, тем не менее, несет в себе элементы организации, часто очень близкие к традиционным музыкальным, да, то есть, например, шумы, очень многие шумы, они имеют определенные такие вот звуковысотные, что ли, какие-то тяготения, они скрыты в них. Часто мы даже не подозреваем об этом, нас это не волнует, но если мы начинаем работать со звуком как с материалом, то оказывается, что вот эти элементы организации, которые содержатся даже в шумах, они становятся для нас главным элементом, с которым мы дальше начинаем работать уже как художники и композиторы. И вот тут мы опять возвращаемся к теме и звуковысот, и музыкальной гармонии, потому что даже в шумовом материале, в шумовых текстурах, в общем, эти связи присутствуют, и если они не являются определяющими, они являются, тем не менее, очень важными, да, то есть музыкальное образование не обязательно, но про то, что, но к тому, что вам придется, возможно, все-таки какие-то элементы этого образования в общем восполнять, нужно быть готовым. Спасибо. по годам, чтобы было понятно. Вот все, что я сказал, это первый курс. Первый курс школы Родченко, на втором курсе вы начинаете работать над дипломным проектом, и на третьем вы занимаетесь дипломом. Это не означает, что вы не можете ходить на мои занятия. То есть, в принципе, чаще всего так и бывает. Ходят первокурсники, и потом приходит уже второй, третий курс, и они уже не ходят настолько регулярно на занятия, потому что им это не надо. Они уже, собственно, занимаются своими проектами. И часто как раз вот эти финальные их проекты, они тоже в общем очень много берут как раз от нашей лаборатории. То есть, вы ходите первый год, потом вы к нам возвращаетесь, если вам это надо. Иногда даже вот уже именно выходите нерегулярно на первом курсе, зато потом на третьем вдруг вы начинаете ходить на все занятия. Так тоже бывает. Так, ну какие-нибудь еще может быть соображения, сомнения? Извините, пожалуйста, еще вот такой вопрос. А вот скажите, у вас в институте вообще возможно свободное посещение занятий? То есть, если я не поступил условно, я просто вот хочу прийти послушать, просветиться, скажем так. Ой, ну смотрите, это вообще очень больной вопрос на самом деле. Потому что ну так уж получается, что я, ну да, я извиняюсь, то есть, то, что я сейчас говорю, это в общем такая секретная информация. То есть, я это говорю в общем-то и на просмотрах потом, но и перед директорами, но в общем это на самом деле да, это вот то, что казалось бы нельзя. То есть, в принципе, да, у меня всегда есть несколько вольнослушателей. И просто чтобы вам было понятнее, что такое вольнослушатель. Вы идеальный вольнослушатель. и это человек, который вот настолько мотивирован, что ему нужно сюда ходить, что в общем действительно вот именно вот эти вольнослушатели, они в общем самые устойчивые студенты, то есть все остальные могут пропускать, не ходить, болеть. Эти даже, когда они болеют, они приходят все равно. И там в наморднике даже он здесь. И в общем мой опыт, что 1, 2, 3 максимум вольнослушателя, в общем, это очень полезно, потому что как раз это обычно бывают самые мотивированные и чаще всего это бывают самые образованные на самом деле студенты, потому что если человек все-таки решился на то, что сюда нужно ходить, то в общем-то это означает, что он ну как-то вот до этого дозрел, то есть он в общем чем-то занимался, он понял, что он без этого не может. Кто сюда приходит вот в качестве вольнослушателей и потом тяжело отсюда уходит. Ну обычно это такие мутанты. То есть вот вы писали музыку, вы выступали в клубах там, писали электронную музыку. В общем вы вдруг поняли, что вы не можете продолжать дальше в этих рамках, в которых вы находитесь. Вам нужно найти какую-то другую нишу. Вы ищете какой-то либо свой язык, либо ищете какое-то вот какое-то направление, в которое можно было бы двинуться, но которое в общем уводит вас от какого-то штампа, от клише, от мейнстрима. Это к нам. Да, то есть вот именно эти люди, которые уже много всего прошли, они много всего умеют, и они понимают, что им чего-то не хватает. И они примерно даже понимают, чего им не хватает. Вот они сюда приходят и чаще всего они это находят, потому что в принципе ну это как бы такие для меня идеальные студенты, которые знают, что он ищет. Если мне удается еще ему помочь это найти, то ну я считаю, что жизнь состоялась, по крайней мере в этом году. Ну просто это как пример. Вот в этом году у нас был такой Никита Прутников, совершенно замечательный звуковой художник, в общем достаточно известный музыкант, он выступает в самых разных проектах и в общем очень успешно. Никита участвовал во всем, что мы делали. Он даже участвовал в этюдах по композиции, они были, видимо, немножечко в противоречии с его какими-то устоями, да, вот с его такой вот излюбленной эстетикой. Ну поэтому он в них поучаствовал, потом перестал. Но он стал участвовать во всех практических проектах и он был, наверное, единственным студентом, который освоил не просто все, вот все, что давалось, он освоил даже то, что не давалось, потому что мне для того, чтобы, например, подготовить практику, мне приходится ну создать некую базу для этого, то есть я разрабатываю печатную плату для какого-то устройства, потом это устройство, значит, потом я делаю разводку на компьютере печатной платы, потом эта плата производится на предприятии и потом вы получаете эти платы как конструктор, да, то есть вы получаете конструктор, который вы быстренько собираете. Но настоящий медиахудожник, если он хочет быть совершенно самодостаточным и независимым, конечно, должен освоить эту технологию, потому что вот эти устройства, то есть художник сегодня сам изобретает свое устройство и в идеале он его создает и получает тот инструмент, которого нет ни у кого и который он бы нигде не смог приобрести, потому что его не существует в природе. Вот по этому пути пошел Никита, да, то есть он освоил программу Игл для трассировки плат, он, значит, выяснил, на каких предприятиях я заказываю производство плат, он заказал производство, он произвел два устройства, одно устройство он тут же использовал на концерте для клавесина и компьютера, где он заставлял клавесин звучать от специальных вибраторов, которые возбуждали струны в клавесине, от Ардуина и так далее. Значит, а другое, это вот мы сейчас с ним фактически делаем совместный проект, просто я могу вам сейчас даже показать некие результаты вот этих вот работ, чтобы вам было понятнее, к чему это приходит. Говорит, да, очень интересно. Ну, такая тоже, да, вот я начал про Никиту, я тогда расскажу про Никиту. Вот мы построили фотоприемники, это такие устройства, ну, фотоприемник, сейчас я покажу, как это выглядит, вот, вот такой китайский фонарик, ну, вот это наше устройство, которое мы строили за этот год, кстати, вот, мы делали контактные микрофоны, мы с этого начинали, учились паять, делали подводные такие вот электретные микрофоны, защищенные от влаги и позволяющие записывать звуки из-под воды, под водой. Это, с этого мы начинаем, это самое простое. Потом мы делали, вот, это что? Это у нас, вот это детектор излучений. Причем там, да, там даже корпус к нему был найден, куплен, то есть, вы получаете конструктор, включая корпус, их собираете, получаете полный инструмент. То есть, вы можете, вот, левая ручечка, а, ну, две ручечки, да, это громкость и баланс, а баланс между двумя типами детекторов. Один детектирует радиочастотное излучение, ну, в диапазоне до гигагерц, то есть, вот все, что сейчас есть в радиоэфире, вы воспринимаете и слышите. И, ну, это означает, что вы можете ходить по городу и исследовать, как звучит вот этот вот радиочастотный эфир в самых разных точках города. Это довольно-таки интересно. А другой детектор воспринимает близкие статические излучения, то есть, вы можете поднести, например, к компьютеру, к экрану компьютера это устройство. И оказывается, что вот все, что происходит внутри вашей электроники, невероятно интересно звучит. Да, вот именно само излучение, электромагнитное, которое производится, вот это устройство, оно для этого использовалось. А вот это фотоприемник. Мы переделывали китайские фонарики, там стоит в нем фонарики, маленький, очень качественный усилитель с компрессором и фототранзистор. То есть, любой свет, который попадает в фонарик, переводится в звуковые вибрации. И студентам было предложено создать этюды на материале найденного звука, да, в эстетике экспериментальной музыки Кейджа, то есть, никакого монтажа, вернее, монтаж может быть, никаких обработок, то есть, никакого улучшения звука. То есть, мы берем звук, как он есть, и используем его, как он есть, ну, можем позволить себе какой-то элементарный монтаж. Первый этюд принес Никита Прудников. Сейчас я вам его покажу. Так, секунду. Значит, просто сразу скажу, да, то есть, это вот моя любимая работа этого года и, возможно, и последующая, потому что, ну, вот на мой взгляд, Никита, как художник, он просто попал абсолютно в яблочко, то есть, вот, это тот случай, когда художник получил инструмент абсолютно случайно, но не бывает абсолютной случайности, то есть, человек начинает с этим инструментом искать, вот, объект. И, если вы действительно настоящий художник, вы этот объект находите. Вот, Никита стал фотоприемником исследовать, как, что звучит, у него дома, значит, вот все, что там в окошке находится, и он услышал вдруг аккорды. Да, он направил в окошко фотоприемник, услышал где-то там красивые гармонии. Он не понял, да, потому что в основном мы слышим 50 герц, да, какие-то скрижеты, там, жужжания 50-герцовые, то есть, ну, привычные такие звуки, связанные с электричеством. Он понял, что там проходит автострада, куда он направил фотоприемник, и там едут машины, и у машин включен свет, это было, дело было ночью. Он пошел, нашел, в общем, дом, не знаю, да, из чьей квартиры это все снималось, в общем, вид на Новослободскую улицу поздно вечером, когда там огромный поток машин, и здесь важно, что современные технологии, они таковы, что бортовое питание машин, оно у каждой машины индивидуальное, это значит, что каждая машина вырабатывает электрический ток на каких-то своих частотах. Эти частоты близкие, но не обязательно одинаковые, и чаще всего они не одинаковые, потому что, да, то есть, это генераторы, которые работают на близких частотах, и там может быть разброс. И, значит, свет, который излучает машина, несет в себе вибрацию вот этой бортовой сети. Это означает, что улица заполнена светом фар, и все эти фары звучат. Значит, дальше Никита выходит с этим фотоприемником на свой опыт и записывает видео и одновременно звук. То есть, он пишет фотоприемником и видео. Вот все, что вы видите, оно и звучит. Да, то есть, здесь нет абсолютно никакого подвоха. А самое главное, что, да, вот, нужно сразу, да, понять. Здесь нет никакой композиции. Это чистый найденный звук. Никита не написал ни одной гармонии, он не взял ни одного аккорда ни на одном инструменте. Все, что вы слышите, это звук вибрации света фар автомашин, автомобилей. Я поверил где-то с пятой, только после пятой попытки, допустим, после долгой дискуссии. Значит, я никак не мог поверить, что Никита ничего как композитор здесь не делал. Значит, вот путь художника, да, и результат. На мой взгляд, вот просто здорово получилось. Еще раз, это абсолютно случайно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Композитор здесь себе позволил только две склейки, которые мы до них просто не дошли. Ну или, допустим, вот еще Дарина Гуцкая. Да, вот как продолжение этого проекта, вот у меня, конечно, сейчас огромный соблазн, то есть я сейчас, поскольку я, в общем-то, еще разбираюсь немножечко в технологиях квадрокоптеров, то есть сейчас я построил дрон, на котором я хочу запустить фотоприемники, и у нас с Никитой, в принципе, есть вот идея проекта, это полетать над автострадами разных городов, и вот в полете с дрона, соответственно, воспроизвести звучание света вот этих городских потоков автомобилей, там, окон. Я думаю, это может быть очень интересно, я уверен, что разные города будут звучать очень сильно по-разному, ну, особенно в разных странах. Вот Дарина Гурская, у нее тоже очень красивая, у нее получилась работа. Ну, ее заинтересовала лампа, знаете, такие есть лампы-обручи, сейчас очень популярные, они дают хорошей равномерный белый свет, еще они иногда могут светиться разными цветами, еще есть там всякие эффекты, то есть они могут эти эффекты проигрывать с помощью разных окрасок света. В общем, она стала брать вибрации с этого света, и здесь вот то, что я сейчас покажу, это ролик, в котором есть монтаж, то есть она просто наложила один на другой несколько записанных кусков с этими лампами. Никаких обработок нет, это звук в чистом виде этого света, то есть звучит только свет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok там есть еще продолжение, но причем это вот то, что сейчас я проиграл, это надо слушать очень громко, с очень хорошими низкими, с мощными сабвуферами, потому что звучит как такое берлинское техно, но Далина никогда не занималась берлинским техно и вообще техно, то есть это в принципе вот так получилось, что вот именно эта технология, этот материал дает в общем-то результаты, которые очень близко к эстетике такого рода музыки. Ну вот как-то так, да, это вот два опыта из, ну целого ряда других опытов, которые были, и ну я думаю, что наверняка многие будут продолжать в этом направлении работать, потому что вот те инструменты, которые паялись, это теперь инструменты, рабочие инструменты этих художников, то есть вы получаете, вы спаяли, вы собрали, и вы унесли, и вы можете дальше продолжать. Ну я не буду сейчас показывать композиции там других лет, да, потому что там были совсем другие работы, скажем, вот этюды в эстетике конкретной музыки, например, да, то есть это очень интересная работа, и там совсем другие поиски, и там совсем другая работа со звуком, и это то, что вы неизбежно проходите, это все включено вот в этот год, первый год, то есть вы проходите через разные эстетики, разные типы композиций, и разные технологии, которые с этим связаны. Ну вот как-то так. Извините, вот еще вот уточняющий вопрос такой вот насчет больнослушания, а вот скажите, а что-то вот нужно как-то, ну то есть записаться, или что-то вот, или только прийти? Ну, нужно быть достаточно мотивированным, да, то есть, в общем-то, еще раз, вот больнослушатели в нашем случае это как бы такие самые устойчивые, самые мотивированные участники процесса. В общем, не, вы можете... Оставайтесь на связи, если вас на самом деле это сильно интересует, то, в общем, можете попробовать. Обычно больнослушатели бывают у меня не больше двух-трех, то есть как-то, ну здесь и место малое, ну и как-то это не очень приветствуется. Здравствуйте, Андрей. Спасибо большое вам за конференцию. Скажите, пожалуйста, а вот технические знания, какая точка входа у вас? То есть нужно какие-то программы изучить заранее, или все это в процессе обучения все-таки есть? Ну, понимаете, для школы Рощенко типично, что из десяти студентов нет двух, с каким-то, да, соизмеримыми знаниями и вот, да, именно вот бэкграунда. То есть они все абсолютно разные. То есть один знает как раз на дно, а совершенно не знает другое. И наоборот. И, в общем, поэтому, в принципе, я строю занятия таким образом, что, в общем, даже те, кто вообще не в теме, они, в общем-то, в тему входят. Ну, то есть они входят, и если им это не надо, они сразу уходят. То есть происходит какой-то естественный отбор в самом начале, и остаются те, кому это надо. И среди тех, кому это надо, часто бывают люди, которые действительно имеют достаточно низкие, что ли, да, познания в каких-то важных для нас областях. Ну, например, конечно, если вы хорошо умеете редактировать звук в таких программах, как Reaper, там, ну, а можно в Live, но Live, в общем-то, мы мало используем. Это очень важно. Если вы имеете представление о MaxMSP, это очень важно. То есть вы прекрасно обойдетесь без MaxMSP, ну, без Reaper тяжелее, да, ну, как бы, в нашем курсе мы обойдетесь. Но если вы владеете MaxMSP, то во втором семестре, когда будет проект, то есть ваш проект может оказаться гораздо более эффективным. Да, то есть это все инструменты, которые позволяют вам, как художнику, работать на максимуме возможностей. То есть, в общем, в общем, ничего страшного, да. Если вы что-то не знаете, то вот либо вы это освоите, либо, возможно, вам это не пригодится. Спасибо большое. А еще вопрос относительно поступления. Если у меня, например, портфолио ориентировано на медиа-арт, но заниматься я бы хотела именно в рамках школы, именно саунд-артом. Мне портфолио нужно так или иначе, в общем-то, класть то, что у меня уже есть. И как-то нужно при поступлении оговаривать свои желания? Ну, в общем-то, это, конечно, важно. То есть, при поступлении, в общем, если я знаю, что кто-то поступает именно в расчете на нашу лабораторию, ну, тогда у меня, тогда я просто могу лоббировать как-то, да. Ваши интересы. То есть, я могу заступиться, защитить. Ну, допустим, вот в этом году у нас есть совершенно замечательный такой Илья Анинин. Он еще юный, ему 19 лет. Невероятно мотивированный. Очень много всего знает, умеет. В общем, пришлось за него бороться на собеседование, потому что все-таки, да, не надо забывать, что для школы Роченко звук – это как бы, ну, такая маргинальная тема всегда была. То есть, в общем, ни директора, ни там, значительная часть преподавателей, в общем-то, особо ничего не знают, не понимают, да, вот про то, чем мы занимаемся. То есть, а вот там Илья Анинин, он был именно вот, его портфолио было музыкальное, звуковое. И, в общем, мне пришлось бороться. То есть, лучше, когда я знаю, что кто-то хочет к нам, и тогда я могу защитить. Если вы включите что-то, все-таки связанное со звуком в портфолио, ему это будет еще лучше. То есть, например, там в мотивационном письме, да, или где-то нужно указывать свое желание именно на сан. Там я смотрела, что можно, ну, нужно три работы, и какая-то из них может быть просто проект, не реализованный, как идея. То есть, например, можно ли что-то связанное с саундартом включить, вот как проект идеи? Или лучше все-таки готовые проекты медиа-арта? Трудно сказать. Знаете, вот просто тут критерии, они абсолютно расплывчатые. То есть, я не знаю, что и как будет реально вот на собеседовании работать. в общем, самое важное, чтобы я был в курсе, да, и чтобы я знал, в какой день у вас собеседование. Тогда, соответственно, я могу как-то, как-то вот принять в этом участие. В общем, если у вас есть все-таки, ну, если проект интересный, пусть он не реализованный, да, то есть, ну, тоже, где критерии? Ну, в общем, наверное, все-таки было бы лучше иметь что-то про звук, если вы хотите на звук. Ну, просто иначе будет большой вопрос у всех, собственно, выходите на звук, а где? Ну, или это должно быть тоже обосновано, обосновано в тексте. Да, хорошо, спасибо большое. Так, ну, какие-нибудь еще вопросы, пожелания? Ну, вот у меня вопросов нет, просто хотела поблагодарить за информацию, все по полочкам разложилось, стало понятно, еще больше хочется теперь к вам попасть, и как, вот вы говорите, держать вас в курсе по поводу того, когда собеседование, или еще что-то, нужно вам лично написать будет по поводу этого, о том, что есть такое намерение, вот у меня такие работы, у меня уже такой-то, такой-то опыт, и хотелось бы к вам попасть, да? Если вы мне еще заранее напишите, если у вас есть работа, и вы можете еще попасть, тогда вообще супер, потому что, на самом деле, и я, и дирекция, и как бы все мы заинтересованы все-таки, ну, не просто в том, чтобы какие-то студенты к нам пришли, а вот чтобы пришли вот именно те студенты, да, то есть чем лучше я знаю студента до, тем легче мне его защитить, и тем на самом деле как-то легче мне потом будет самому планировать занятие. Ну, меня эта тема заинтересовала именно когда меня пригласили как именно звукового исследователя в Переделкино в 2020 году летом, и мы как раз изучали звуковой ландшафт, и это прям любовь сразу же случилась, и мы там на Переделкинском кладбище записывали могилу Пастернака, и я потом из записи сердцебиения поэтесс сделала композицию, которая вошла в психоделическую аудиопьесу, которую мы поставили потом в библиотеке Переделкино, и которая сейчас там выставляется где-то на выставках, и в принципе произошло такое переосмысление из чего можно извлекать звук, а звук можно извлекать из чего угодно, и в общем хочется углубиться, и тогда буду держать в курсе. Прежде всего, Facebook, конечно, то есть если мы еще не друзья, то в самом случае меня там несложно вычислить. Хорошо, спасибо вам большое, очень полезно. Да, появляйтесь. Ну, еще какие-нибудь тоже комментарии, пожелания? Можно последний уточняющий вопрос. Если мне интересен только звук, мне лучше прийти к вам вольным слушателям, или как-то как этот вопрос лучше решить? Просто я с визуальными вот этими темами вообще никак не работаю, мне это неинтересно пока что, и очень интересно на кламм и коллегу попасть. Ну, было бы странно, если бы я сейчас набирал только вольнослушателей. Конечно, в общем, все-таки предполагается, что вы поступаете в школу Родченко, вы там сами в общем находите какой-то оптимальный баланс для того круга тем, которыми вы занимаетесь. Но, во всяком случае, я не могу сказать, что вот мои вот эти студенты, которые поступали специально на звук, вот тоже Илья Минин, что в общем, они как-то страдали от того, что им приходится ходить на другие занятия. Наоборот, они старались, они убегали отсюда, чтобы успеть вовремя на другую лекцию. То есть это все очень интересно. И там замечательные мастера, которые ведут занятия параллельно. И в общем, это никак не противоречит одно другому, потому что в данном случае, как, наверное, вы уже поняли, звук для нас главный, но тем не менее все-таки тот угол зрения, под которым мы на звук смотрим, он предполагает, что это звук во взаимодействии с параллельными какими-то еще восприятиями и медиа. То есть это звук, свет, образ, какие-то ассоциативные связи. То есть вот эта вся совокупность взаимосвязей, она рождает образ, который, в общем, может казаться абсолютно музыкальным. И часто бывает, что на формировании этого образа, формировании этого образа решающая роль оказывается, например, даже совсем не у акустических каких-то факторов. То есть поэтому на самом деле владение параллельными темами, оно очень полезно в данном случае. Поэтому я всячески вас, да, вот агитирую поступать в школу Рощенко. Я просто боюсь, что это все можно не успеть как бы изучить достаточно хорошо, достаточно глубоко, вот как было сандартист, просто очень много всего сразу, и как-то ты внимание распределяешь, а хочется конкретно звуком заниматься. Ну, просто смотрите, значит, у нас это и проблема, со мной, с другой стороны, может быть, это даже где-то даже и хорошо. Вот я один, вот там Олег Макаров один, то есть я бы, может быть, и хотел бы иметь еще несколько преподавателей параллельно, как-то поделить с ними темы, значит, там увеличить количество часов учебных, но просто их нет, да, то есть я не могу взять больше учебных часов, чем у меня сейчас есть, потому что просто нет на этот бюджет. Поэтому у нас на самом деле все очень так, да, то есть вот неделя, наше занятие по субботам. Один раз в неделю получается. Но зато с погружением, вы приходите утром, и вы уходите вечером. И вот у нас там и практикум, и звук, там и композиция, и теория. И, конечно, я, в общем, мучаюсь, потому что я физически уже не в состоянии вместить все то, что я хочу вместить в эти часы. И, конечно, ну, в этом есть определенная ущербность, но, с другой стороны, я не могу еще больше пока с этим поделать, да, то есть я не могу пока тему звука в большей степени расширить в рамках школы. Поэтому, ну, суббота, да, то есть у вас будет куча времени на то, чтобы заниматься чем-то еще. Просто я обычно, да, вот когда у нас пошли занятия, я делаю рассылку, вы получаете там огромную, огромную пачку виртуально, да, то есть ссылок на разные ресурсы, то есть это все то, что сопутствует лекции, и вы можете гораздо больше понять, посмотреть, почитать, то есть в принципе у нас нет такого, чтобы мы как-то расползались сразу по многим темам, ну, потому что, опять же, вот сегодня тема такая, следующая суббота такая, и мы как-то переходим из тему в тему, эти темы взаимосвязаны, значит, потом мы где-то к этим темам возвращаемся, то есть это не попытка такого лоскутного одеяла, где у вас вот тут и программирование, тут еще и пайка, тут у вас еще там модульные синтезаторы, там еще чего-то такое, и непонятно, зачем все это, наоборот, я в общем все-таки надеюсь, что мне удается как-то удерживать в эту линию, когда вы все-таки еще не теряете понимание того, для чего все это надо, и к чему все это, и зачем это может быть вам, то есть у нас есть некая преемственность тем, и если мы даже идем по этюдам, эти этюды взаимосвязаны, они связаны с теоретической частью, то есть по крайней мере до второго семестра, вот я так думаю, что это будет достаточно такой вот цельный такой курс, он так всегда, так устроится, второй семестр, там это все взрывается, да, и летит дальше кусками в разные стороны, и это самое интересное, мы не знаем, куда все это полетит, да, вот эти уже проекты, которые дальше будут делаться, но вот заряд мы готовим в первом семестре, и, конечно, проблема в том, что там объем материала, конечно, больше, чем, наверное, в состоянии человек вместить за вот полгода, ну, есть такая проблема, но зато у вас будет подборка всех рассылок, да, со всеми линками, и вы можете всегда к этому возвращаться, то есть это такая энциклопедия, которую вы просто получаете, ну, потом сейчас книжка у меня вышла, да, то есть книжку можно купить, и, значит, это тоже облегчит задачу, потому что там многое из того, что я рассказываю, в этой книжке тоже представлено, в общем, ну, да, все меняется, я надеюсь, это будет как-то все более эффективно, в общем, поступайте в школу уроченков, и приходите, приходите в лабораторию звука. Спасибо вам. Пожалуйста. Значит, еще раз, да, если кто-то решит поступать, и просто найдите меня в Фейсбуке, и перед собеседованиями напишите мне, чтобы я был в курсе, как, чего, и, может быть, это как-то вам поможет. Вот. Ну, хорошо, давайте, тогда, если, может быть, уже как-то, если вопросов больше нет, мы тогда будем тихонечку заканчивать. Ну, давайте я вам сейчас дам слайд с контактами. Так, сейчас опять сделаем share screen. Проще всего еще раз, через Фейсбук, это самый, самый такой вот, так вот, самый, самый быстрый обмен контактами. Так, во. Ну, в принципе, вот, да, можете писать мне на электронную почту. вот, да, действительно, если вы пойдете вот на этот сайт, в смысле, вот по такому адресу, там у меня всякие учебные материалы, сразу извиняюсь за полное отсутствие дизайна, это все делалось лет 20 назад, и с тех пор, в общем, минимально, минимально менялось. если вы где-то не можете попасть в библиотеку, в фонотеку, вводите имя ГЕСТ, пароль ГЕСТ, да, и все будет нормально. Там огромное количество музыки, огромное количество текстов, книг, статей, в общем, да, можете заранее ознакомиться. Записали, спасибо. Ну, просто это будет потом еще все выложено, как видео, поэтому это все сохранилось. Хорошо, тогда давайте, наверное, уже расставаться, уже довольно много времени. Так, ладно, сейчас. О, кнопку нашел. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...